Улица Старобежицкая утопает в нечистотах. Кроме того, существует вероятность возникновения экологической катастрофы. Почему это происходит и какие меры будут предприняты, разбирался наш корреспондент. Валерий проживает в Завожье на Старобежицкой улице более 50 лет. В молодости, вспоминает мужчина, вот на этой лужаке играл с друзьями в теннис, бегал босиком по траве. Сейчас это кажется сказкой. В этом году, 25 февраля, его жизнь разделилась на до и после. Всю зелёную зону затопило зловонными канализационными стоками. Здесь окна мы уже на эту сторону не открываем вообще. С той стороны, ну ещё может, когда ветер, только если оттуда. А если ветер отсюда, мы закрываемся все. Так же едет, сосед, все здесь у нас так. Мы на этой площадке и в теннис играли, ещё молодыми были всё везде. Эта канава, она была, ну, всегда зелёная. А сейчас одна вонь сплошная. Этот звук напоминает шум отбурной горной реки. Но, увы, это мутный и зловонный поток канализационной жижи по ливнёвке. Но самая большая беда от затянувшейся коммунальной аварии пришла к Инне Борисовне. Её участок и дом, по сути, оказались в ловушке. Канализационные стоки окружили домовладение женщины с двух сторон. Седьмого числа очень сильные изливы были из колодца. Залило мне, проходит перед домом, канава у меня там проходит, тоже заливает. По всей территории проходит ливнёвая канава, и вот целиком всё меня заливает со всех сторон. Не знаю даже, как я в этом году буду сажать. Канава не выдерживает, вот тут я даже прикрыла, чтобы не лилось. У меня и в подполе даже сейчас вода. Да, пахнет, запах невыносимый, не проветрит ничего со всех сторон. Вот у меня вот эта вот канализационная грязная вонючая вода. А вот этот злосчастный колодец, из которого и происходят с регулярной периодичностью изливы. Каждый приход грязной воды женщина ждёт с опаской и всё фиксирует в блокноте. 22.30, два залпа по 15 минут очень сильных. Вот так каждый день. 26-го узнавала, звонила вечером, приехали, уехали. Страдают от зловонного запаха все жители улицы Старобежицкая. На данный момент критическая ситуация. Мы просто тонем в этих водах канализационных. Они у нас в день вытекают раз по 5-6. Звоним, обращаемся в службы, пишем письма. Ответов очень много, но ответы нас не устраивают. А что написано? В ответах в основном ссылка идёт на талые воды. Мы обратились в Тверьводоканал с просьбой прокомментировать происходящее. В организации ответили, что о проблеме знают и уже проводили проверку. Специалистами проведено обследование канализационного колодца на пересечении улиц Старобежицкая и Кутузова. По результатам обследования установлено, что колодец находится в исправном состоянии. Повреждения колодца отсутствуют. В то же время ливневые канавы, расположенные по улице Старобежицкая в районе домов номер 15-17, находятся в ненадлежащем состоянии, имеют признаки разрушения, не вычищены и завалены порубочными остатками. В связи с превышением снеговой нагрузки в этом году более чем в полтора раза от среднем многолетних значений, отсутствие вывоза накопленного снега в зимний сезон с улиц города, быстрое таяние снега, в том числе и на частных дворовых территориях, ненадлежащее состояние водоотливных канав у частных домовладений привело к значительному сбросу талок, ливневых вод, водоотливные канавы ливневой канализации города Твери и ее переполнению, в том числе и водоотливных канав, расположенных по улице Старобежицкая. Однако сточных вод в дренажной канаве, что находится выше колодца, нами зафиксировано не было. Проблема начинается именно на уровне злосчастного канализационного колодца. Депутат Тверской городской думы, на чем округе находятся дома Юрий Ануфриев отметил, что дело не только в нечищенных канавах и сезонном росте водоотведения, как на это указывают в водоканале, затопление улиц канализационными стоками происходит из-за очевидного дефекта в системе канализации. Нарушена герметичность коллектора. Видно, что пробит колодец канализации гораздо ниже люка, и вода из него под напором поступает в ливневые канавы, которые дальше текут, в том числе и по городам жителей. Конечно же, все жители имеют право на комфортное проживание, но сейчас мы здесь этого не наблюдаем, стоит запах канализации. И с моей точки зрения, не совсем правильно сделана оценка, что это ливневые воды подтапливают. Здесь, к сожалению, идёт канализация по участкам жителей. И эту проблему надо устранять. Местные обеспокоены, что изливы могут привести к экологической катастрофе. Ведь все канализационные стоки стекаются в безымянный ручей. Он попадает в Тверцу, а Тверца, как известно, впадает в Волгу. Данная информация к нам уже поступила. Проверку организовали во взаимодействии с уполномоченными органами. По результатам проверки примем необходимые меры. В свою очередь мы отправили запрос в Твереводоканал. В организации обещали, что проведут ещё одну выездную проверку по факту излива вод из колодца. Остаётся надеяться, что по её итогам будут приняты и конкретные меры. Ремонт коллектора и проблема будет наконец-то устранена. А граждане смогут вздохнуть спокойно в прямом смысле этого слова. Об этом мы расскажем в следующих выпусках новостей.